Подвести. Да, Вербена. Вот я знаю вашу семью давно уже, и, по-моему, это та редкая семья, где были устоявшиеся прекрасные традиции. Я имею в виду и семью вашего супруга Михаила Сергеевича. И, очевидно, древо, так сказать, основа этой семьи Сергея Михайловича Алфеева. Вот хотя бы два слова, может быть, все-таки вспомните, потому что добрая память о таких прекрасных людях, она вот и у меня в сердце живет, и мне хочется, чтобы вы знали об этой семье. Я была знакома с отцом моего мужа Сергеем Михайловичем Алфеевым. Это старший сын Михаила Михайловича Алфеева, священника Лунинской церкви. Он происходит, если можно сказать, из династии священнослужителей с начала XIX века. Да, это такой древний род. Прекрасный род. Когда Яков Алфеев пришел в семинарию, вернее, Яков пришел в семинарию, и вы спросили, как твоя фамилия? Он сказал, у меня просто зовут Яков. Он говорит, ну, хорошо, будь Алфеем. В честь апостола. Да, да, да. И с тех пор, вот с начала XIX века, идет эта династия Алфеева, священнослужителей. Из поколения в поколение. Мальчики, сыновья Михаила Михайловича Алфеева были поданы семинарию, в том числе и Сергей Михайловича Алфеева. Ну, по окончании семинарии Сергей Михайлович стал учиться на инженера, а его брат Николай Михайлович на поча. У мальчика, у Сергея Михайловича, были большие способности к рисованию. Это было его любимым занятием. Но так как отец Михаил Михайлович подражал против его увлечения... Чтобы стать свободным художником, да? Да, чтобы он стал свободным художником. Да, раньше это как-то... Он пришел подчиниться морю отца, и он стал инженером. Хотя и учился в студии Иоанна, и увлекался всю свою жизнь живописью. В конце концов он оставил свою профессию инженера и писал картину. Он был мосхудожником, потом членом мосхудожником. Союзов художников. То есть это, как очевидно, первое, это такой зародыш союза художников, очевидно, российского. Сергей Михайлович – это человек разнообразных способностей. Человек, прекрасно знающий русскую историю, русскую живопись, не коррекционирует. Как я сейчас понимаю, с большим умом. Строго отбирая с большим вкусом. И круг его знакомых был. Виктор Михайлович Воснецов, Корин, Павел Корин. Замечательный художник русский. Павел Корин. А вот, кстати говоря, вот эта работа, я вот хочу спросить немножечко, может быть, из истории вот этой картины. Ведь потому что Сергей Михайлович, как я понимаю, не одну эту работу имел. А эта работа имеет непосредственное отношение к теме нашей беседы, к Виктору Михайловичу Воснецову, насколько я понимаю, да? Да. В 20-х годах Сергей Михайлович, его словам, набрался храбрости и пошел к Виктору Михайловичу с ним познакомиться. Он ему показывал несколько своих работ. Эта работа была написана поэтнее в дворике Виктора Михайловича Воснецова и эта терраса, где они часто сидели и беседовали вместе. Вот это вот такая... Это тоже 20-й год, очевидно, да? Это где-то вот в самом начале знакомства. Нет, это уже они хорошо познакомились и Сергей Михайлович не так умновался, наверное, когда он... Потому что прекрасная работа, прекрасная работа маслом, говорящая о том, что у Сергея Михайловича был талант большой художника. Действительно, вот, наверное, где-то... Жаль, что вот родители как-то не восприняли это и не дали возможности стать, по всякому случаю, в раннем периоде художником Сергея Михайловича. А все равно он вернулся к этому. Все равно вернулся к этому, потому что это была его личная потребность. Когда Сергей Михайлович познакомился с Виктором Михайловичем Воснецовым, равница в возрасте у них была, конечно, значительная. И для Виктора Михайловича Воснецова и для многих других Сергей Михайлович был очень интересным собеседником. А сколько было лет, простите, Сергей Михайлович в то время? Сергей Михайлович в 23-м году было 28-27 лет. Понятно. То есть он был 2 человек был еще, несмотря на то, что он много знал из разных областей. У Сергея Михайловича были энциклопедические знания по русской истории, русской литературе и потом по философии. И беседы с Виктором Михайловичем были очень разнообразны. И по всей вероятности интересно и для того, и для другого. И разного плана они были. И философские, и в отношении живописи, и истории. И тут все затрагивалось. Но по всей вероятности общение с ними было очень часто и более близкое. Потому что вот эти два рисунка, насколько из воспоминаний Сергея Михайловича, это Тарас Бульба Едет в степи со своими церавьями. И второй рисунок. Да, можно смотреть. И второй рисунок. Корчумия. Это тоже Тарас Бульб. Казалось бы, это эскизы, да? Эскизы характеров, эскизы ситуаций. Но какая точность в подаче материала, какая вот несколькими штрихами, вот поразительно, умением великого мастера. Несколько штрихами создать колорит, создать вот именно состояние. Мне говорили художники, кто всякие два наброска интересные композиционно и своего родительства. Да. Вот эти два рисунка были подарены Сергею Михайловичу, лично Виктором Михайловичем Воснецовым за такой бытовой момент, когда... Ну, и не совсем за это. Наверное, просто из чувства такой благодарности. Сергей Михайлович пришел, у Виктора Михайловича было что-то непорядке с электричеством. И так как он все-таки разбирался, собирался, был инженером, он ему помог чинить электричество. И так же это натирается, что-то была, какая-то проводка, и Виктор Михайлович ему страховала его, чтобы он не упал спереда, потому что ему приходилось завязать уже и чинить все это проводка. Что было все-таки молодому человеку лекции, наверное, было сделано Виктору Михайловичу Воснецову. А вот скажите, когда Виктор Михайлович подарил ему, он был бесконечно счастлив. Он даже не ожидал, что Виктор Михайлович делает такой ему подарок. Это вот эскиза. А я смотрю сейчас, то есть эскизные, как бы эскизные работы. А вот здесь вот этот рисунок Виктора Михайловича производит впечатление абсолютно законченного. Вот по всем, так сказать, по уже по всем штрихам. это завершенная работа, это уже не эскизная работа. один недатированный рисунок. Это не копия? Нет. Это не копия его лично. Называется, имеет-то и название, в телеге. В телеге. В телеге. Сергей Михайлович Сергей Михайлович был последним человеком из посторонних людей, который видел Виктора Михайловича в живых. Это один из ранних рисунков Виктора Михайловича Васнецова. Я уже говорила о том, что Сергей Михайлович был последним из посторонних людей, который видел Виктора Михайловича в живых. Он ушел после вечернего чая Сергей Михайлович домой, в одиннадцатом часу Виктор Михайлович внезапно умер. Это было большим потрясением для Сергея Михайловича и большой потерей личного такого общения. Прошло несколько и посмертных выставок было устроено Сергей Память Виктором Михайловичем Васнецовым. И уже дочь Виктора Михайловича Васнецова, его невестка и жена вот они сделали здесь надпись на такую надпись на добрую память. Дорогому Сергею Михайловичу Алфееву, Татьяну Васнецова и вот еще два семьи. еще жена и невестка. 24 ноября 1927 года. Виктор Михайловича Васнецова, Наталья Рубеновна, немножечко об этой работе. Это работа «Вещая птица гомоема». Акварель. Исполнена для как работа для того, чтобы последствия была выше торсорубой. История приобретения Сергея Михайловича этой картины такова. В 1925 году он шел по дворцовой площади и там была распродажа дворцового имущества. И по его воспоминаниям, он говорит, вместе с генеральскими сапогами я вдруг увидел эту картину. Стоила она тогда 25 рублей. Таких денег у меня Сергей Михайлович не было. Я был еще студентом и я скорее постарался у своих родственников у кого только возможно занять и приобрести эту картину. И тут же побежал к Виктору Михайловичу, чтобы показать ее. Тот сказал да, действительно, это моя картина. Вот так 25 года эта картина находилась в Сергею Михайловичу. Вот и замечательные других мастеров. В частности, я вижу по-моему работы Куинджи Архипа Ивановича. Как она к вам попала? Из собрания Виктор Михайловича Воснецова. Сергей Михайлович Виктор Михайлович Воснецов разрешил посмотреть рисунки. Сергей Михайлович увидел этих ворон. Виктор Михайлович по словам Сергея Михайлович так улыбнулся и говорит вот посмотрите какие прекрасные вороны как они повороты головы живые 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 как бы живые это рисунок Куинджи и подарил этот рисунок Сергею Михайловичу. Вообще странно даже Куинджи ну как-то в нашем представлении живет конечно ночь на Днепре его поразительное свечение красок его масляная живопись именно мастерка но я никогда не думаю что вот Куинджи очень любил рисовать ворон наверное чужий рисовал ворон в разных положениях и разных размерах да вот первым какого художника она принадлежит это работа Лебедева Клавдия Лебедева эту работу очень любил Сергей Михайлович ее у него увидел Диктор Михайлович Вознецов если он увидел у Сергея Михайлович эту работу значит он наверное навещал его иногда и сказал что это очень хороший Лебедев то есть он стал и другие работы этого художника это очень хороший Лебедев Сергей Михайлович давайте я вам подпишу ее тут какая-то гордость одолела Сергея Михайлович он решил Лебедев настолько хорош что и без подписи Виктора Михайловича видно кто это Лебедев ну а потом он конечно очень раскаянулся ну конечно что Виктор Михайлович не подтвердил в подиуме да 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 но все таки замечательная работа великолепная что рассказать Андрей Викторович прекрасная картина Ефима Волкова у нас 1900-й год аналоги каком направлении принадлежала передвижников да по манере я смотрю что близко не природа леса река замечательная работа вот что я знаю круг Алфеевых, папа Сергея Михайловича, которым мы беседуем, мама Софьи Владимировны и маленький Миша, Михаил Сергеевич Алфеев. Очень интересный человек, которого я знала в течение многих лет. Музыкант, одарённейший дирижёр, пианист, человек потрясающих знаний во многих областях, интереснейший собеседник. Но, впрочем, это неудивительно, ведь Михаил Сергеевич сын Сергея Михайловича Алфеева. У Сергея Михайловича? Это работает на Сергея Михайловича, и они посвящены его родному углу, Лунина. Лунина, да? Рязанина, да. А, подрезанию, отожди, да, подрезанию. И, Татьяна, извините, вам не трудно показать, вот тут данную картину. Так, сейчас, секундочку. Вот это еще на дом. Работа маслом, прекрасная работа. Это дом Сергея Михайловича, да? Да, это дом Сергея Михайловича. Это днём, а вот лунную ночь. Это тоже самое. А вот там наверху, и потом... А, вот здесь немножко выше, да? А вот та работа какая-то историчка. То есть отец Сергея Михайловича. Михаил Михайлович. Да, Михаил Михайлович, Михаил Михаил Чалфеев и церковь, где он служил всю свою жизнь. А в историю, архитектуру Старой Москвы. И вот эта картина как раз отражает Старая Москва. Старая Москва. Старая Москва. А, вот такой способ. Интересно, что где-то Сергей Михайлович пошёл, может быть, по стопам, а может быть, развивал идею, заложенную в акварелях Аполлинария Васнецова, да? Ведь у него же есть вот эти вот много акварелей, посвящённых основанию Москвы. Да. А это, по-видимому, литография Сергея Михайловича Васнецова. Мастер в каждом штрихе. Что бы он ни писал, гравюры, будь то, живопись маслом, литографией, чувствуется большой мастер. В коллекции Сергея Михайловича есть несколько гравюр, которые тоже самое имеются в поспице Виктора Михайловича Васнецова с посвящением. Ну, что-то подарок. Видите, вот 25-й год. Сергея Михайловича Васнецова. Где-то так вот. Я его, значит, Васнецов. 1925 год, 28 июня. 23-й год. 23-й год. Это образ Христа. Это образ Христа. Этот образ Христа посвящён памяти солдатам, погибшим в 1905 году, во время кровавых встречек с рабочими. А вот что это, Наталья Рубенна, за бравюр? Это тоже бравюр. Виктор Михайловича Васнецова, баян. Тоже с надписью, подарок его Сергею Михайловичу. И вот тоже 23-й год. Да. А этот гравюр называется «И один в поле воин». Ну, по всей вероятности, да. Там и написано, что 1914 год. Виктор Михайлович Васнецов. Её особенность то, что автор, художник, сам лично раскрасил в её акварельную. И тоже подарок для Виктория Михайловича Васнецова. Это, по-видимому, окрестности старой Рязани. Это да. Кисти, да? Да, окрестности старой Рязани. Кисти Вельца. Вельца. 1920, по-моему, 20-й год. 20-й год. А сейчас я вам покажу две работы о полинаре Михайловича Васнецова. Даже впереди импрессионистов оказался Чирлёнис. По краскам, по манерам. А потом уже французы. По времени даже он раньше был. Чирлёнис. Ага, как время. Чирлёнис. А? Раньше, раньше. Да, это очень интересно. Это как бы не характерная работа для Нестерова. Совершенно. А интересно. Тут расходятся искусствоведы. Одни говорят, характерная, обычная работа. А другие говорят, что есть какой-то поворотный момент. Нет, это не типичный Нестеров. Не типичный Нестеров. 1900 год ведь это. Это не типичный Нестеров. Голубой ангел. Голубой ангел, да. На полинаре Михайловича Васнецова. Из жизни Вятского края. Сухая кисть. Это тоже подарок Сергею Михайловичу от Аполлинария Михайловича Васнецова уже. Сергей Михайлович помогал Аполлинарию Михайловичу Васнецову устраивать его выставку. Это Ярошенко. Картина Ярошенко. Масло. Картон. Ну, много вариантов этого, этой темы. Его любимые ели. На обратной стороне написано, что это подарок художника Сергея Михайловича. Ариинской. Называется Осень. 1335 год. Я ее вообще очень люблю. У него яркие и свежие караски. И вот вторая карпетра Кевина. Акварель. 1904 год. Она была на выставке «Акварелистов» 1904 года. Каталог этой выставки был у Сергея Михайловича. И он нам порекомендовал ее купить в магазине на Арбате. Тогда, в 50-х годах, она стоила 300 рублей. То есть, 300 рублей на трещинке. Александра Певца Александра Пирогова. По наследству она досталась его сыну, Олегу Александровичу Пирогову. Это Олег Квинцев. Акварель. 30-е годы. Александр Пирогов очень любил этого художника. А потом Олег Александрович Пирогов подарил ее мне. 1877 год. Масло-холод. Масло-холод. Нельзя. Вот теперь. Написана картина до революции. Художник там эмигрировал за границу. Очень много его картин в революции погибло. Он был таким бытописателем. Сцены русской жизни. На Пасху. Московский дворик. На прогулке. Вот он теперь. Очень теплый художник. За границей он не имел уже такого. Не имел успеха. И жил у кого-то бы очень трудно уже там. Бируля. Лунная ночь. Этот сюжет. У него во многих повторениях. И ночью. Вечерних сумерках вернее. И днем. И днем. Продолжение следует...